Всем привет! С вами Жанна Петросян. Сегодня поговорим о замечательных словарях, которые могут очень помочь вам в изучении английского языка и сделать поиск слов быстрым, увлекательным процессом. Итак, словарь Word Hunt. Обратите внимание, три буквы O. Чем уникален этот словарь? Во-первых, это, по-моему, первый словарь англо-русский, русско-английский, который реализует принцип интервального повторения. Наверное, вы знаете, возможно, слышали, что мы добываем информацию в определенные дни, на определенный день. Существует кривая забывания слов. И вот как раз в тот день, когда вы можете забыть то или иное слово, словарик присылает вам упражнение, которое вы делаете, и затем слово опять пропадает, допустим, на три дня. Через три дня вы опять его видите, это упражнение, и работаете с этим словом, да, или с этим выражением, или предложением. То есть, словарь реализует метод интервального повторения, и к нему мы вернемся чуть позже. Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого словаря, вам необходимо создать личный кабинет, что достаточно просто. Сделать это просто, это стандартная процедура. Вы вводите поисковик, поисковую строку, но любое выражение. Вы можете ввести сюда, кстати, и словосочетание. И словарь очень часто дает перевод. Ну, допустим, rest. Ставя плюс, вы прибавляете, добавляете, точнее, это слово в ваш словарик. Все, что вы видели недавно, искали недавно, висит вот здесь. Как раз здесь те слова, специально выбранные мной к нашему интенсиву, чтобы вы еще раз их вспомнили. Здесь можно посмотреть вообще всю историю ваших поисков. Тоже это все доступно. Вы также можете удалять слова из своего словарика. Но в любом случае те слова, которые искали недавно, они вот здесь висят. То есть, вы посмотрите, то увидите, что многие из них были в вашем интенсиве. Окей, вы можете посмотреть американское и британское произношения. Существительный глагол. И вот очень важно, здесь есть словосочетание. Не просто rest, а to rest one's eyes. Останавливать взгляд. Или as for the rest, что касается всего остального. Нажимая на плюс, вы прибавляете, вы добавляете именно это словосочетание в ваш словарик. Ну, например, complete rest. Полный отдых. Следующая классная штука – это примеры. We need a good rest. I need to stop for a rest. Или, например, The spoon was resting in the cup. He rests with nothing. Он мне ничего не должен. Примеры ожидающей перевода. Это возможные однокоренные слова, что тоже важно, и формы слова. Если вдруг вы по каким-то причинам не нашли слово, или хотите посмотреть еще значения, то вот, пожалуйста, Multitran, Webster, Free Dictionary, Longman и Forva. Еще словари, которые вы можете открыть и посмотреть. Правильно, вот на этом сайте. Не уходя, точнее, из этого сайта. Затем, вы выбрали слова, то есть вы можете также ввести словосочетание на русском языке, и он, словарик вам выдаст, есть такое словосочетание, возможно, он выдаст его на английском языке, если оно существует. А теперь вернемся к методу интервального повторения. Здесь есть такая, ну, есть главная страница, а есть такая вещь, как упражнение. Вот эти упражнения, они как раз-таки и приходят к вам в те дни, когда вы можете забыть то или иное слово. Это очень удобно, потому что самостоятельно реализовывать принцип интервального повторения достаточно сложно. Каждый день вы узнаете какие-то слова и как это все рассчитать. Словарик делает это автоматически, то есть вы повторяете слово, и затем на три дня из упражнений это слово пропадает, потому что, допустим, в эти три дня вы просто не можете его забыть. А у вас есть статистика по уровням, количество выученных слов. И тут рассказывается об интервальном повторении. Вот первый уровень и слово исчезнет на три дня, затем на шесть дней, на двенадцать и так далее. Вы сможете почитать, узнать, что это замечательный принцип, который вам поможет очень быстро запоминать слова. Ну, не то чтобы очень быстро, но наверняка, во всяком случае. Упражнение «Вспомнить все». Вот, пожалуйста. Ambiguity. Persistence. То есть, если вы... Persistence, да? Слово, которое было на нашем вебинаре, если вы помните, настойчивость. Persistence. А если вы не уверены, еще подучить вот здесь нажимаете. Если хорошо помните, нажимаете «Хорошо помню». Если совсем не помню, то нажимайте эту клавишу. То есть, это слово sentiments я уже три раза повторила. Словарик считает количество тех раз, которые я повторяю слово. Но, тем не менее, из словарика это слово не пропадет никогда. Из словарика вы можете сами слово удалить. Оно просто пропадет из упражнения. Вы можете также удалить слово, если считаете, что вы его уже выучили. Это упражнение «Вспомнить все». Следующее упражнение «Биатлон». Здесь как раз-таки выражение, словосочетание, предложение. Не набрасывайтесь на меня, не огрызайтесь. Возможно, Я хотела написать «Don't shout at me». Не кричите на меня. «Don't snap at me». Правильный вариант «snap». И затем вы точно так же читаете предложение. Есть перевод. В данном случае «You need a good as for the». Конечно же, это «rest». «Rest» – это то слово, которое мы взяли сегодня. Поэтому сегодня, вот оно первый раз возникло в упражнениях. И нам необходимо повторить его еще семь раз. Пять раз. Два раза уже повторили, всего семь. Отлично. Таким образом вы делаете упражнения. Это очень удобно, потому что вам не надо никуда вбивать эту лексику в какие-то карточки, флеш-карты. Вот именно для той лексики, которую вы ежедневно учите в словарике, вы всегда можете поделать упражнение, не отходя просто от этого, не покидая этот словарь. Это очень удобно. Третье – это упражнение «Лента». Просто идут выражения, слова. Вы можете их читать. Просто просматривать то, что вы уже сделали с примерами, то, что вы выделили. Вообще здесь еще много разных функций. Есть дополнения, есть перевод примеров, есть редактор. Но вы можете сконцентрироваться на этом словаре. Во-первых, как на словаре, очень хорошем, отличном словаре. И на упражнениях, и как на инструмент интервального повторения. Ну что, желаю вам удачи. Пользуйтесь этим словарем. Это один из немногих словарей англо-русских, русско-английских, который действительно очень удобен и предлагает огромный спектр и словосочетаний, и примеров, предложений, в которых данное слово или выражение может быть применено. Пользуйтесь. Надеюсь, это видео помогло. Продолжение следует...